Здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги. После такого замечательного доклада у меня будет немножечко другой тип сообщения. Это не какие-то международные данные, а в общем-то больше свой опыт. Когда готовились к этой конференции, у Оли Борисовича был такой посыл, давайте что-нибудь ближе к практике. И вот максимально близко к практике, по-моему, тема, которую я хочу сейчас представить, это эндоскопическая ультрасонография в многопрофильном стационаре, а именно анализ собственного опыта становления данной методики. Эпиграф у меня будет в данном случае в начале. Знаете, наверное, такого автора Робина Шарма с его знаменитым произведением, в котором есть две очень важные мысли. Во-первых, если ты не знаешь, куда направляешься, как ты поймешь, что ты туда уже добрался. Соответственно, в нашем случае это направление, это те данные сейчас международных европейских исследований, которые есть о том, что такое эндосонография, какие результаты она может дать именно в клинической практике, а не просто теоретически, исходя из наших знаний о физике, ультразвуке и особенностях методов. И, безусловно, все ошибки, которые ты только допустишь в своей жизни, были уже сделаны теми, кто жил до тебя. Поэтому давайте сейчас наши ошибки и разберем. Почему именно многопрофильный стационар? Многопрофильный стационар – это такая очень большая-большая система. Во-первых, здесь есть возможность оказания амбулаторной и стационарной помощи. Когда мы амбулаторно проводим какое-то исследование, у нас всегда есть подстраховаться возможностью экстренной госпитализации. Безусловно, это оказание специализированной помощи, то есть помощи уже высококвалифицированной, помощи, которая требует участия экспертов. Это большой спектр медицинских направлений, соответственно, разные группы больных абсолютно здесь представлены. Это замкнутый цикл оказания медицинской помощи, который заключается в том, что кроме большого количества лечебных процедур, у нас также есть большой спектр диагностических служб, возможность выполнения оперативного лечения, безусловно, и необходимость развития и оценки эффективных лечебных методик. С одной стороны, это очень хорошо, то есть у нас есть метод, который можно со всех сторон, скажем так, обкатать и, в общем-то, с некоторых сторон себя даже прикрыть. Но с другой стороны, работа в многопрофильном стационаре... Куда мне направлять? Похоже вот на такой пазл, где нету свободных ячеек, где уже все, в принципе, чаще всего расписано и очень мало вопросов. То есть если мы получаем какое-то образование, какая-то клиническая ситуация, то мы знаем, как эту ситуацию сложить из тех диагностических методик, которые представлены в этом пазле. Следующий слайд, пожалуйста. И задача наша, когда мы получаем какую-то клиническую методику, это понять, где вот эти пустые места, куда мы можем вложить свои ячейки для того, чтобы методика продвигалась дальше. Если говорить об эндосонографии, посмотрите, эндосонография – это же одна из методик визуализации среди множества других методик, куда входят и эндоскопические методики, и методы ультразвуковой диагностики, компьютерной томографии. И нам важно понимать, какую роль будет занимать ЭОС, то есть что, в принципе, можно вытянуть из этой методики, какую максимальную информацию мы можем из нее получить. Ну и кроме того, нам нужно понимать уникальность и пользу получаемой информации. То есть нам не нужен метод, который будет дублировать вот все это, нам нужен метод, который будет давать дополнительную новую информацию. Принцип метода, он очень простой. Мы сегодня это видели, и вы все прекрасно об этом знаете. Это анализ структуры стенки желудочно-кишечного тракта и анализ тех структур, которые находятся рядом с желудочно-кишечным трактом, в частности паразофигиальные, парагастральные, параректальные структуры различные. Плюс еще, безусловно, мы можем получить гистологический или цитологический материал. Таким образом, возможность эндосонографии у нас заключается как раз в обследовании стенки желудочно-кишечного тракта, это эпителиальное образование. Мы можем очень хорошо оценить панкреатобилиарную зону, кроме того, посмотреть лимфоузлы брюшлой полости и средостения, выполнить тонкоигольную аспирационную пункцию. Но у нас есть еще и лечебные методики, которые также дополнительно могут включаться в нашу работу. Очень хороший слайд, который я увидел у Марка Бруна в 2011 году. Он расписал, в принципе, все те показания для эндосонографии, которые на сегодняшний день узаконены в европейских гадлайнах. Там, где эндосонография нам действительно может помочь. Это стадирование рака легкого, рака пищевода, стадирование ректальных опухолей и полипов, описание подслизистых образований, это характеристика утолщенных складок желудка, панкреатобилиарный рак, определение характеристикой наблюдения за панкреатическими кистами, хронический панкреатит, холедохолитиаз, патология большого дудонального сосочка, а также терминальных отделов холедохайверсунга, а также забор материала, то есть получение морфологического подтверждения тех или иных опухолей. Вы видите, на самом деле ЭОС нам может дать намного больше информации. Самый отдаленный пример, мы можем очень хорошо левую почку рассмотреть. Но здесь нет показаний осмотрения левой почки, потому что нет данных, насколько это нам поможет в нашей клинической деятельности. И вот те показатели, те данные, к которым нам нужно стремиться на сегодняшний день. Стодирование рака пищевода, специфичность около 95% на разных стадиях. Чувствительность методики от 80% также до 90%-95%. Если мы говорим о такой очень важной и очень тонкой диагностике, как разграничение Т1А и Т1Б стадии, это тоже примерно 85%. Стодирование рака желудка. Посмотрите, эффективность ЭОСа не приближается к 90%, где-то 85% примерно, зависит от стадии. Но при этом она выше, чем МРТ и тем более выше, чем компьютерная томография. Очень важный посыл. Сочетание методик еще более увеличивает эффективность тех методов, которые мы используем. То же самое касается стадирования по N стадии. Эндосонография, в общем-то, если посмотреть, 65% не такой большой результат. И он сопоставим с данными МРТ. Однако при сочетании он несколько выше становится. А включение сюда тонкоигольной пункции практически приближает специфичность метода к 100%. Если мы говорим об опухолях поджелудочной железы, такой важный фактор, как резиктабельность и инвазия в сосуды, для эндосонографии тоже достаточно такой фактор и по чувствительности, и по специфичности достаточно высокие показатели предполагает. На что хочу обратить внимание. Смотрите, от 65% до 100% разброс. Очень субъективный метод. Метод очень операторозависимый. Зависит от и качества оборудования, и опыта специалиста. Очень красивая статья индийских авторов была, где, посмотрите, как поэтично они пишут, стадирование панкреата билярного рака, определение конкрементов желчного протока, исследование билярных стриктур – это те ступени, из которых вымощен путь ЭОС. Это действительно так. Вот эта панкреатобилярная зона для эндоскопической ультрасонографии – это просто золотое дно, где можно действительно показать эффективность метода и очень многое привнести в клиническую диагностику. В частности, смотрите, эффективность диагностики при холедохолитиазе – это включая микрохоледохолитиаз. От 95% до примерно 100%, может быть, 99%. Тонкоигольная пункция. Очень сложно бывает получить адекватный морфологический материал при каких-то сложных процессах в поджелудочной железе, вообще в панкреатобилярной зоне, при лимфоденопатии, средостении или брюшной полости, при подозрении на метастатический процесс. Эффективность, чувствительность и специфичность метода, посмотрите, 88% и 100%. Очень важно, опять-таки, понимать, чтобы не было завышенных ожиданий. Прогностическая ценность положительного результата – 100%. То есть, если мы нашли какой-то патологический процесс, то наверняка он там есть. Однако прогностическая ценность отрицательного результата – значительно ниже. То есть, если мы не увидели наличие опухоли в данном материале, то не значит, что ее там нет. Плюс интервенционные методики, которые мы можем внедрить в нашу клиническую практику. Зная всю эту информацию, в 2010 году мы получили стойку, которая нам сравнивалась по покупке, наверное, с Феррари. То есть, это было с бычей мечт. Вот мы получили что-то, что наконец-то даст нам дополнительные возможности и продвинет эндоскопию в нашем стационаре, как минимум, намного вперед. Надо сказать, что так и произошло на самом деле. То есть, если мы посмотрим 2010 год, год старта, было выполнено у нас около 108 исследований. За 5 лет мы в несколько раз увеличили свои показатели, при том как по диагностическим исследованиям, так и по исследованиям с использованием тонкой игольной пункции. Однако, такие показатели – это результат нашей работы именно. То есть, мы не ждали у моря погоды. И вот то, чем я хотел бы поделиться, на самом деле начнется как раз сейчас. Ключевые аспекты становления методики. Как продвинуть эту методику к своей клинике, в своем городе? С какими сложностями вы можете столкнуться или уже сталкиваетесь на сегодняшний день, если вы с этой методикой работаете? Но, безусловно, это выбор оборудования. Это обучение этой методики. Это организация потока пациента, потому что, как бы хорошее оборудование у вас не было, и как хорошо бы вы не были обучены, если у вас нет пациентов, то, в общем-то, дальнейшее развитие невозможно. Это анестезиологическое пособие, взаимодействие с клиницистами, с диагностическими службами и морфологами. Это вот те кирпичики, из которых складывается как раз становление методики в конкретном стационаре. Если говорить об оборудовании, на сегодняшний день оборудование в Российской Федерации представлено тремя фирмами. Наиболее частые представители – это аппаратура фирмы «Олимпус» и «Пентакс». «Фуджиофирм» я знаю, что они есть в России, но, честно говоря, мне не приходилось на них работать, поэтому своего мнения сказать не могу. Есть некоторые отличия в оборудовании «Пентакса» и «Олимпуса», которые стоит учитывать. Нужно сказать, что, например, такое оборудование, как мини-зонды, на сегодняшний день зарегистрировано только в России, только у «Олимпуса». Кроме того, важно понимать, что кроме аппарата нам еще нужен ультразвуковой блок. И также у каждого производителя есть своя линейка. «Олимпус» пошел по пути создания специализированных эндоскопических блоков. Сначала это был ЕОМЕ1 блок, сейчас появился второй блок, достаточно значительно лучшего качества. Но все-таки мечта каждого эндосонографиста – это стойка экспертного класса, на которой проводятся не только эндосонографические, но и любые другие ультразвуковые исследования. «Пентакс» пошел немножко другим путем, он не стал разрабатывать свой блок. Он, в общем-то, эксплуатирует фирму «Хитачи», которая на сегодняшний день соединилась с «Алокой», и где «Алока», где «Хитачи» очень сложно на сегодняшний день понять. Что важно еще понимать при выборе аппаратуры? Вот эти все дополнительные возможности, ну за исключением доплера на самом деле, это все дополнительный софт, то есть это дополнительное программное обеспечение. И об этом, если вы приобретаете, собираетесь запускать у себя эндосонографию или уже работаете с ней, об этом нужно помнить. То есть вы можете купить любую стойку экспертного класса, и там может не быть ни эластографии, ни контрастного усиления. Это те дополнительные программы, которые стоят дополнительных денег, которые нужно дополнительно планировать. Вот мы получили оборудование. Что нам теперь с этим оборудованием делать? Нужно понимать, что в России эндоскопия – это не самостоятельная специальность. Все-таки мы зависим от тех врачей-клиницистов, к которым непосредственно приходят пациенты. Эндосонография – это не метод первой линии на сегодняшний день, поэтому вряд ли вам сразу начнут присылать пациентов на эндосонографию. Скорее всего, они будут уже с какими-то предварительными исследованиями. И мой совет лучше, чтобы они были с предварительными исследованиями, потому что намного проще ориентироваться в том, что мы видим, в том, что мы находим. На самом деле это признанный факт эндосонографии – метод второй линии, метод уточняющей диагностики, которая составляет точки над «и». Более того, у нас есть анестезиологи, которые обеспечивают седацию пациента. Мы об этом чуть поговорим позже. И есть морфологи, которые получают новую головную боль. Это анализ того материала, который мы получаем при тонкой огольной пункции. Вот эти клиницисты и врачи визуальной диагностики, они могут находиться как в вашем стационаре, так и в любом другом стационаре. И до них нужно довести каким-то образом информацию о том, что эта методика появилась. Потому что именно от них зависит лечебная тактика, диагностическая тактика и прогноз данного пациента. Безусловно, нужно начать с обучения. Очень часто, вот это такой общий слайд, я не буду на нем конкретно останавливаться, Просто очень часто приезжая в другие стационары, в другие города, где закуплено оборудование, мы слышим жалобу о том, что учиться негде, учиться не у кого, никакой нет информации и никакой нет возможности. Это абсолютно не так. Информации на сегодняшний день очень много, возможностей тоже очень много. Когда мы получили стойку, во-первых, обучение эндосонографии в нашей клинике, специалисты, которые были распределены на эндосонографию, началось задолго до получения самой стойки. Нужно сказать, что чаще всего все остается непонятно, пока не взял аппарат в руки, не начал выполнять исследования, разобраться в том, что ты видишь, достаточно сложно. Обучение продолжалось, когда мы получили оборудование. И один из очень хороших таких советов, если есть такая возможность, можно на полставки или каким-то образом взять одного из экспертов себе на работу, ради бога. И он поможет запустить эту методику в вашем стационаре. Мы таким образом и сделали, и два специалиста из нашего города, которые уже владели этим методикой, работали у нас. Кроме того, приглашение экспертов на свою базу и стажировки в других базах – это все доступные на сегодняшний день методы. Я уже не говорю о посещении конференций, мастер-классов, которых на сегодняшний день как горохом рассыпанным по всей Российской Федерации, и самообучение. И вот через два с половиной года, когда мы получили первые результаты на том оборудовании, которое мы получили изначально, начальство снизошло до нас и еще более усилило нашу эндосонографическую службу. О доступности обучения. Пожалуйста, литература доступна. Огромное количество руководств. В том числе, слава богу, сейчас появилась и Узбука, которая стала таким пропуском для людей, которые все-таки не знают совершенствия английский язык. А я очень рекомендую его знать, если вы занимаетесь таким методикой. Интернет, пожалуйста, YouTube, российские сайты, программы, приложения для айфонов и устройств, работающих на андроидах. Это только вот просто, чтобы на слайд поместилось. Огромное количество возможностей. Поэтому либо советуйтесь, либо ищите возможности, если вы считаете, что таких возможностей на сегодняшний день нет. Ну и безусловно, это самообучение. Первые два года становления методики в нашей клинике были самые тяжелые, потому что очень много времени уходило на анализ собственных данных. Мы не всегда понимали до конца, что мы видим. Приходилось пересматривать записи, идти к нашим диагностическим службам, КТ, МРТ, участвовать в аутопсиях, смотреть на операциях. И тогда, когда стыкуются вот эти все вещи, уже становится намного проще разбираться. Каким образом распределялись пациенты в первые два года у нас? Я хочу обратить внимание, смотрите, многопрофильный стационар, большой поток пациентов. Меньше четверти пациентов нам направлялись нашими же специалистами. Первый год большая часть пациентов – это те пациенты, которых мы находили сами. В основном это были подслизистые образования, это были пациенты, которых мы искали по всему городу для проведения мастер-классов. Первые два года их было достаточно много у нас. И потихонечку стали подключаться специалисты, которые не работают в нашем учреждении, но были заинтересованы в этой методике. За второй год ситуация не сильно изменилась, хотя количество исследований сильно возросло, но наши врачи как-то все-таки продолжали недоверчиво относиться. И несмотря на это методика развивалась, расширялась, не нужно ограничиваться собственными стенами. Почему мы попали в такую ситуацию? Во-первых, мы с вами говорили, что уже есть отработанные схемы диагностического поиска. То есть у врача в голове есть определенный свой алгоритм, по которому он ведет диагностический поиск. И сунуть туда еще одну методику, а еще заставить пациента заплатить дополнительные деньги за эту методику, иногда и она нужна, не всегда бывает легко. Кроме того, завышенные ожидания были специалисты, которые считали, что вот пришел метод, который всегда теперь будет ставить диагноз. Предыдущие слайды в процентном отношении показали, что, к сожалению, даже в лучших европейских центрах такого не бывает. Незнание возможностей метода, сложность процедуры и организация процесса, а самое главное, не всегда получение адекватной и качественной информации. В начале методики очень важно, чтобы приходили грамотные заключения, которые давали дополнительную информацию. То есть не то, что доктор может получить от других методов исследования. Что мы стали с этим делать? Ну, во-первых, качественное выполнение исследования. Пока мы не разбирались с пациентом, мы не заканчивали исследование. И в данном случае на первых этапах у нас эндоскопия панкреатобилиарной зоны продолжалась, где-то час-полтора могла продолжаться. Спасибо нашим анестезиологам. Они сами, наверное, не знали, что творят, но они нам очень сильно помогали. Правильная подача информации. Пока мы сформировали правильный протокол, который стал понятен докторам-клиницистам, потому что им не нужно вникать в особенности нашей методики, вот так детально, как мы вникаем. Прошло достаточно много времени. Более того, проведение этих мастер-классов на нашей базе, наше выступление в нашей больнице, в соседних лечебных учреждениях, упрощение организационного процесса. То есть, грубо говоря, доктор должен знать один телефон, по которому нужно позвонить, и пациенту будет выполнено исследование. Не надо запускать, особенно вначале, их по большому кругу. Все это привело к тому, что ситуация коренным образом изменилась. То же самое касается диагностических служб. Нужно сказать, что сначала вот этот фактор, ощущение прямой конкуренции, нас встретили в штыки, как специалисты компьютерной томографии, так и наши соседи, специалисты ультразвуковой диагностики. Однако вскоре они стали одними из поставщиков пациентов нам, потому что они поняли, что мы не конкуренты, мы взаимодополняющие службы. И анестезиологическое пособие. Я могу сказать, что с анестезиологическим пособием, несмотря на большое количество вроде бы отрицательных факторов, вот эти два фактора, они позволяют вывести методику в раздел рутинных. Когда пациент приходит, он не боится этой методики, и он нам не мешает. То, что касается тонкоигольной пункции. Я достаточно много делал сообщений на эту тему. Действительно, это одна из наших больших проблем в начале. Первый центр морфологический, с которым мы работали, выдавал нам вот такую эффективность. То есть примерно только у 70% пациентов мы получали адекватный ответ. Более того, мы получили от них заключения, которые не позволяли никак серьезно к ним относиться. То есть они продолжали предполагать наличие железистого рака, хотя мы и до этого его предполагали, пункции. Они говорили о малом количестве материалов и так далее, и тому подобное. И когда мы пытались как-то на них воздействовать, ничего не срабатывало. И мы просто поменяли морфологический центр. Мы заключили договор о аутсорсинге и стали работать с другим морфологическим центром и получили очень хорошие результаты. Почему это так важно? Во-первых, правильные и грамотные заключения, которые полностью соответствуют современным классификациям. Во-вторых, большое количество дополнительных гистологических методик. Морфология развивается сейчас ничуть не медленнее эндоскопии или хирургии. И такие методики, как, например, изготовление целлблоков, они позволяют вот тот цитологический материал, который мы получаем, выполнять и гистологические, и иммуногистохимические исследования из них. Это значимо повышает качество исследования. Смотрите, просто цитологическое исследование, исследование мазка на стекле, оказывается, у каждого третьего пациента не информативным, и еще 16% малоинформативных исследований. А комплекс методов как раз получает вот те 96 информативных, 94-96% достоверных, значимых результатов. Более того, мы можем не только сказать о нозологической принадлежности патологического процесса, но и определить и стадию, и доказать наличие метастазов. Очень важный фактор, который сейчас, вот тоже слайд, который я показываю постоянно, везде, очень сильно затрудняет на сегодняшний день продвижение наших методики, в частности, тонкоигольные пункции. Вот стоимость самой процедуры, она очень высока. Одна игла на сегодняшний день стоит в лучшем случае 250 евро, в то время как в Европе стоимость этой методики намного ниже. С учетом того, что мы получаем новые исследования, они нам не знают морфологи. Вот такой сложный диагностический процесс, вот этот финансовый фактор, конечно, очень сильно тормозит продвижение наших методик, но мы работаем в той среде, к сожалению, которая у нас существует. И то, что мы имели в прошлом году, смотрите, во-первых, 465 исследований у нас было, из них примерно 20% это тонкоигольные пункции, насколько расширился поступление пациентов из нашего же лечебного учреждения, не меньше работают внешние источники, и вот это в основном те пациенты, которые приходят на повторные исследования. То есть насколько стало проще нам работать через 5 лет после внедрения этой методики. Ну и закончится, хочу закончить свое сообщение, такое больше, может, в какой-то степени философское фраза Макеавелли о том, что какое бы дело мы ни затевали, время всегда кажется неподходящим, и никогда не бывает абсолютно благоприятных обстоятельств. Кто ждет идеального случая, так никогда и не начинает дело. Поэтому двигаться нужно в любой ситуации, в любом случае. Спасибо за внимание. Спасибо, Евгений Геннадьевич. Кому-нибудь угодно вопросы задать. Может, кто-то своим опытом хочет поделиться. У нас есть время порядка, наверное, 40 минут. У нас три оставшиеся лектора, они едут к нам из места, там, где проводилась наша сегодняшняя трансляция. Поэтому у нас есть время, которое мы можем потратить либо на дискуссию, либо просто отдохнуть. Предлагаю потратить его пополам, туда и сюда. А можно запустить? Если не возражаете, вот у нас был клинический кейс. То есть я могу позволить себе все что угодно теперь. А можно презентацию? Не все. Да, любой, верните, я пролистаю там. Вот был клинический кейс, как Макиавелли похудел, смотрите, с образованием в хвосте поджелудочной железы. Достаточно, на самом деле, непростая клиническая ситуация, которая, с моей точки зрения, совсем неоднозначная. Вот если вписать этот кейс вот в эту структуру, да, смотрите, пришел пациент, изначально был направлен гастроэнтерологом на УЗИ. Это произошло 4 года назад. На УЗИ выявили какое-то образование в хвосте поджелудочной железы. Послали на компьютерную томографию, подтвердили это образование. В течение 4 лет пациент 2 раза в год приходит на компьютерную томографию. У него есть образование, притом приходит в онкологический центр, да, где люди знают цену таким симптомам. У него есть образование в хвосте поджелудочной железы, которое четко видно, вы видели на эндосонографии, насколько четко оно видно, которое никак себя не проявляет. Вроде бы за 4 года никак не растет. Есть эндосонографический, вроде бы похоже на нейроэндокринную опухоль, да, хотя кровоснабжение сомнительное. В данном случае пациент пришел к нам через 4 года. То есть 4 года он шел до эндосонографии. И сейчас мы надеемся, опять-таки, учитывая то, что эффективность диагностики морфологической 95%, у нас тонкоигольная пункция, да, мы надеемся, что морфолог внесет какую-то ясность, дополнительную, и пациент выйдет из этого вот замкнутого круга, да, клиницист, КТ и так далее и тому подобное. Потому что это не случай первичной диагностики. Это случай, когда пациент уже в течение 4 лет не поймет, что ему делать. И, в общем-то, здесь вклад эндосонографии достаточно такой значимый будет. И именно тонкоигольная пункция. То, что я не успел, наверное, сказать с экрана. Теперь гештальт завершен. Ну, а возвращаясь к этому случаю, все-таки были вопросы у Елены Николаевны, и вот у меня тоже вопрос. За эти 4 года человек, он посетил эндокринолога? Или какие там результаты были по компьютерной томографии? Вообще копило контрасты это образование или нет? Потому что компьютерная томография, если видит нейроэндокринную опухоль, там достаточно четкие свои характеристики, где они могут с большой долей вероятности говорить о диагнозе. Да, это абсолютно верно. В данном случае я не человек, который подключился к участию этого пациента вот сегодня утром, после чашки кофе, что называется. Я не могу точно сказать весь перечень его исследований, к сожалению. Просто у меня нет такой информации. Хотя я бы тоже хотел их знать. По данным компьютерной томографии, видят образование, которое слабо копит контраст, которое в течение 4 лет не меняет ни локализацию, ни размера никаким образом. То есть отличается там плюс-минус 2 мм в ту или иную сторону. Клинической симптоматике ни хронического панкреатита, ни какой-то эндокринной патологии у пациентки нет. Какие-то дополнительные исследования я, наверное, сейчас не готов озвучить. Может быть, я их просто не видел. Может быть, они не были вклеены в амбулаторную карту. Но вот их не было. Это, безусловно, пациентка, которая требует дополнительного обследования. Надеемся, что там, может быть, и подтвердят диагноз. Но тогда все равно же динамическое наблюдение, да? Конечно. Но просто я могу сказать, что в моей практике было 2 случая. Один случай, когда молодой человек 30 лет, у которого внутри протока нашли небольшое сантиметровое образование, внутри протока поджелудочной железы. После операции через год у пациента появились метастазы в печени. Второй пациент с такой же тактикой, которую наблюдали 6 лет. И на 6-й год он пришел с метастазами в печень. Поэтому здесь очень цена вопроса большая. Здесь можно, конечно, руководствоваться на все гадлайны, но мы всегда имеем дело с конкретным пациентом. Цена некоторых осложнений при нуклеации таких образований, которые потенциально доброкачественные, она тоже иногда дорогого стоит. Мне еще просто хотел сказать, а было какой-то вред у вас от неведрения вот этой технологии? И на самом деле иногда, получая некоторые знания, которые лучше не получать в связи с появлением очень высокой диагностической аппаратуры, мы начинаем давать более себе свободы в расширении какой-то хирургической активности. Но кто себе конкретно, кто своим коллегам, у которых руки чешутся, надо как бы ко всем новым знаниям относиться с определенной долей, может быть, понимания. Не всегда вот прям очень эксклюзивная информация настолько нужна. Был вред вообще? Или вы видите только пользу в инстинкт-фонографии? На вашем этапе, коль вы его анализировали. Были какие-то операции? Интересная такая формулировка вопроса, которая позволяет немножечко по-другому взглянуть на обсуждаемую тему. Было так, что он сказал, а вот зря все-таки я им это сказал. Взяли и человека зарезали ни за что. А ведь я сомневался. Значит, везде хороша золотая середина. Осваивая новую методику, в какой-то момент возникает ощущение, что, ну, во-первых, ты уже все знаешь, да, и начинаешь давать очень много советов. И вот вред был, с одной стороны, от гипердиагностики, когда мы были, по нашим данным, уверены, что это то или иное образование, а окончательный диагноз не подтверждался. Например, мы четко говорили о том, что этот очаг аденокарциномы, а на операции появлялись признаки панкреатита, не находили аденокарциномы. С этой стороны, да, безусловно, но это такой, наверное, вред контролируемый, который может быть с опытом несколько нивелирован. То есть, безусловно, когда мы понимаем, какой пазл, какое место в этом общем пазле занимает наша методика, все-таки становишься более осторожен в своих суждениях. Что еще? Если говорить об осложнениях методики, то есть такой прямой физический вред, да, их, к счастью, было немного. И вот на нашем большом материале у нас было два осложнения. Это перфорация двенадцатиперстной кишки в двух случаях. В одном случае дивертикула, в другом случае латеральной стенки. В общем-то, наверное, и все. Других осложнений у нас не было. В случаях тонкоигольной пункции также ни одного осложнения у нас не было. То есть, наверное, основной вред здесь будет от вот этих гиперожиданий. То есть, все-таки надо сохранять холодную голову, обладая любым, даже самым мощным оружием. Хорошо. Еще у меня вопрос. Там хороший слайд у вас был трьемя или четырьмя слайдами ранее. Где среди прочих холедохолитиаз трактовался как некий аспект, ну, просто необходимого применения эндосонографии. Вот в вашей клинике при диагнозе холедохолитиаз эндосонография входит в стандарт обследования, который нужно перед тем, чтобы делать человеку там РПХГ с литой экстракцией или нет? Да, да, безусловно. И нужно сказать, что в процентном отношении примерно процентов 70 всех исследований эндосонографических, сейчас, может, даже 75, занимает как раз исследование панкреатобилярной зоны. Все пациенты перед холецистектомией, все пациенты с подозрением на холедохолитиаз, все пациенты с холедохоэктазией, безусловно, сейчас направляются на эндосонографию у нас в клинике. Это, в общем-то, тактика, которая дает свои плоды. Потому что и диагностика холедохолитиаза, которая не всегда бывает эффективна при, например, изолированной компьютерной томографии, да, и в том числе у пациентов с калькулезными холециститами. И диагностика образования терминального отдела холедохообразований поджелудочной железы, она, безусловно, увеличилась. То есть есть примеры, когда мы на ранних стадиях выявляли, например, опухоль поджелудочной железы в дистальном отделе, пристеночном буквально, которая уже вызывала холедохоэктазию без желтухи, опухоль размерами 7-9 мм примерно. То есть, да, мы используем такую тактику. А образование поджелудочной железы, которая... На сегодняшний день, да. Очень жесткая, в принципе, тенденция правильная. Диагностическое РХПГ на сегодняшний день имеет смысл только в одном случае. Это необоснованное, точнее, это подозрение, неподтвержденное на первичный склерозирующий холонгит, когда без тугого наполнения протоков нам не всегда бывают эти симптомы рек и озер видны. Все другие диагностические показания для ретроградной холонгиопанкреатографии на сегодняшний день отсутствуют. Они заменены эндосонографией как методом более эффективным и менее инвазивным, да, и МРТ, особенно в режиме магниторезонансной холонгиопанкреатографии. То есть, в принципе, этот режим МРХПГ, это же аналог РХПГ, по большому счету. Риск развития тяжелого пост-РХПГ панкреатита при РХПГ примерно 0,5%, а при МРХПГ 0%. Поэтому, если есть сомнительная ситуация, да, можно обсудить. Но изначально РХПГ не должно идти как диагностическая процедура. Давайте эту дискуссию даже не будем развивать. Сейчас Михаил Игоревич прям вот, прям разнервничался. Уважаемые коллеги, наверное, на самом деле, это вещь, которая требует определенных точек нады, которых надо расставить и к ним возвращаться. Диагностическая попилотомия – это то, что говорить в суе, наверное, нельзя. Да, насчет первичного склерозирующего холонгита, да, и еще структуры холедоха. Вот, пожалуй, это то, чему нет замены и нет альтернативы. А во всем остальном я всецело согласен. Еще один маленький вопрос, коль уж время-то есть. Вот у вас в центре развитой хирургии поджелудочной железы, да? Люди, которые идут, пациенты, они идут с морфологической верификацией диагноза, либо с гипотетической, ну, по данным исследований. На операции? Да. Ну, в наш центр направляются с патологией поджелудочной железы пациенты не только нашего лечебного учреждения, но и других учреждений города. Я могу сказать, что сейчас есть четкое разделение специалистов. Есть хирурги, которые максимально пытаются, в большинстве случаев, пытаются добиться морфологической верификации, независимо от характеристик образования. Есть хирурги, которые оперируют любое образование, да? Вот мы работаем с тремя центрами, где не берут пациентов на операцию без морфологической верификации на сегодняшний день. То есть я не готов говорить сейчас окончательно правильно это или нет, но мы сейчас готовим такое достаточно большое исследование нашего материала по пункциям поджелудочной железы. Очень большой спектр образования получается. На самом деле протоковая аденокарцинома подтверждается чуть более, чем в 50% случаев очаговых образований поджелудочной железы. Поэтому вот это деление на что это, панкреатит или аденокарцинома, оно не совсем правильно. Там намного больше различных типов образований, может быть, которые могут полностью менять диагностическую тактику. Самые частые, это, безусловно, нейроэндокринные образования. На втором месте идут они, да, после аденокарцинома поджелудочной железы. Но и нейроэндокринные образования бывают разные в том числе. И более того, высокодифференцированная аденокарцинома, она может выглядеть как нейроэндокринное образование, особенно в начале своего развития. Поэтому тут вопрос очень сложный и дискутабельный. И я бы вот сейчас не стал бы в этом вопросе расставлять точки над «и». Никто не расставляет, просто я спросил, мне интересно. Никто же не спрашивает. И мне еще интересно, ну, ваше желание, понятно, чтобы больной был сидирован, да, для того, чтобы сделать качественное исследование на сонографии? Мы в этом случае очень разбалованные специалисты. Хотелось бы узнать, насколько разбалованные, сколько процентов вообще исследований под наркозом? 100, 90, 70? В нашей клинике эта цифра приближается к 100%. Исключение было, может быть, пару, два или три раза, когда пациенту была противопоказана внутривенная седация и никак не обойтись без эндосонографии. В своей жизни я выполнял такие исследования пять раз. Ну и, честно говоря, мне не очень понравилось. А на чьи плечи ложатся финансовые расходы по проведению анестезии? Это все в квоты ОМС уходит, либо это как бы соучастие пациентов? Если больной идет по высокотехнологичной помощи, то, безусловно, она покрывает эти расходы. На сегодняшний день эндоскопическая ультрасонография не входит ни в какие стандарты ОМС, к счастью или к сожалению. Потому что если мы будем включать эндосонографию в ОМС таким же образом, как мы, например, включаем полипектомию, когда у нас в городе за полипектомию платят 1000 рублей, при стоимости петли в 2000 рублей, то пользы от этого не будет. Соответственно, в нашей клинике эндосонография делается по двум источникам. Это хозрасчет и квота. Хорошо, спасибо. Ни у кого не возникло вопросов? Ну серьезно, может, то поделится. Вон, Михаил Ильич, нет?